В эфире Выборгская муниципальная телекомпания. Вы смотрите программу «Город новостей по Выборгске» в студии Людмила Перминова. Здравствуйте! День Победы Лица вольно-наемного состава, которые занимали определенные должности и служили не в частях действующей армии, но занимали штатные должности. Третья большая категория лиц – это лица, награжденные медалью за оборону Ленинграда, которые трудились на предприятиях в Ленинграде. Кроме того, 10 тысяч рублей перечислят жителям Ленинградской области, которые не менее 6 месяцев проходили военную службу в период Великой Отечественной войны и награждены медалями за самоотверженный труд и ряд других. Выплата также положена детям-инвалидам войны. В Выборгском районе финансовую доплату получат 98 ветеранов. Выплата рассчитана для лиц, которые получают пенсию на почте. Она будет осуществлена вместе с основной доставкой пенсии. То есть, если человек получает пенсию 5 числа, соответственно, и вот эту единовременную выплату он получит 5 числа. На Сбербанк будет тоже произведено зачисление этих денежных средств с основным массивом. Сейчас рассматривается вопрос о расширении списка категорий пенсионеров для получения выплаты ко Дню Победы. Более миллиона россиян в возрасте до 30 лет занимаются бизнесом. В Ленинградской области показатели чуть ниже, чем в других регионах страны. Областные власти думают, чем заинтересовать молодежь и как привлечь к предпринимательству. В Выборгском филиале президентской академии прошла встреча председателя регионального комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай со студентами в рамках федерального проекта «Диалог на равных». В филиале есть созданный центр развития студенческого потенциала, который и занимается в том числе реализацией проекта «Диалог на равных». Это студенческие дискуссионные клубы, где приглашаются эксперты для того, чтобы рассказывать молодежи о всех возможностях, которые есть. В принципе, сейчас удар на молодежь, сейчас нацелено на развитие молодежного потенциала и студенческого потенциала в том числе. Светлана Нерушай рассказала студентам о молодежном предпринимательстве, о возможностях и финансовой поддержке, которую государство готово предоставить бизнесменам. Например, можно получить до 700 тысяч рублей на развитие собственного проекта. Причем, как выяснилось, сфер, где спрос превышает предложения, в регионе немало. В этом году объявлен год здорового образа жизни, и мы проанализировали частных секций, в том числе для детей, для взрослых, специальных туристических маршрутов. Явно не хватает Ленинградской области. По этому поводу у нас есть даже специальная программа, и мы выделяем субсидии для этой меры поддержки. Следующее направление – это экология, раздельный сбор мусора, переработка мусора, социальное предпринимательство, образовательные программы, частные детские сады. Прям целый список есть направлений, в которых нужна молодежная инициатива. Студентам формат диалога на равных, когда спикеру можно задавать любые вопросы, высказать предложение показался интересным. Подобные встречи в выборском филиале «Ранхикс» проходят регулярно. Перед молодежью выступают интересные и успешные люди из самых разных сфер деятельности. В нашем университете ребята обучаются на управление, управление во всех смыслах этого слова. И поэтому предпринимательство – это одна из сфер, которая, безусловно, интересна всем студентам. Как уже известно, многие наши выпускники занимаются предпринимательством. В принципе, нам есть на кого ориентироваться, и данные встречи позволяют не только брать примеры с того, что уже есть, но и задавать какие-то вопросы, выстроить свой карьерный вектор, узнать что-то новое, возможно, найти себе кумира, человека, с которого можно взять пример. Прежде чем открыть свой бизнес, потенциальный предприниматель должен взвесить все «за» и «против». Нужно понимать прежде всего, что предпринимательская деятельность – это риск. Предприниматель своим личным имуществом отвечает за убытки, которые могут теоретически возникнуть в своей деятельности. Поэтому, конечно, молодому предпринимателю, студенту, однозначно нужно просчитать перспективу доходов. Ну, а самый главный аргумент «за» – свое дело. Я хозяин, что хочу, то и делаю. Я принимаю решения, я внедряю все свои идеи. Это зависит прежде всего только от меня, от моей энергии, от моего желания. Подобные встречи Комитет поддержки предпринимательства намерен провести во всех высших и средних учебных заведениях Ленинградской области. Знать, чтобы гордиться. Выборжцы проверили свои знания о Великой Отечественной войне. Город воинской славы присоединился к всероссийской исторической акции «Диктант Победы». Участники получили бланки с 20 вопросами. Им предстояло вспомнить не только ключевые события и даты сражений, но и литературные произведения и фильмы о войне. Написать исторический диктант мог любой желающий. Специальная подготовка для этого не нужна. Наверное, подготовка – это больше просто наши уроки истории в школе. Лично для меня, потому что я не сдаю историю, я сдаю литературу. И вообще интересуюсь этим. Но мне кажется, что и культура, и история страны, они очень связаны. И поэтому мне это очень интересно. Ну, а я как раз подготовлюсь к ЕГЭ по истории. И на самом деле, вот тема Великой Отечественной войны – одна из самых интересных, в принципе, в истории России. Ну, и для меня, конечно, подготовка была более глубокой. «Диктант Победы» провели в этом году впервые. Всего в России его написали более 100 тысяч человек. Районная администрация и комитет образования уделяют внимание патриотическому воспитанию и повышению исторической грамотности школьников. Поэтому такая масштабная акция прошла и в нашем городе. Площадка «Диктанта Победы» в Выборге расположилась на базе гимназии номер 11. Акция направлена на то, чтобы популяризировать историю Великой Отечественной войны. И, конечно, она адресована людям разного возраста. То есть любой желающий может написать подобный диктант на федеральной площадке. И ребятам, и взрослым людям, которые интересуются историей Великой Отечественной войны, которые вообще неравнодушны к этому празднику, к Дню Победы, им хочется узнать, насколько их знания актуальны, свежи, и насколько они вообще ориентируются в истории Великой Отечественной войны. Результаты исторического теста станут известны в День России 12 июня. Победители определят на местном, региональном и федеральном уровнях. Их имена и фамилии опубликуют на сайте Диктанта Победы. Ленинградская область трудоустроит более 7 тысяч подростков в дни летних каникул. Многие из них получат первый рабочий опыт и зарплату. 50% от затрат работодателям компенсирует региональный бюджет. Особое внимание служба занятости уделит ребятам из многодетных, малообеспеченных, неполных семей. Молодежь будет работать на благоустройстве городских и сельских территорий, организаторами мероприятий в учреждениях образования и культуры, подсобными рабочими в сельхозпредприятиях. В Выборге в трудовых бригадах поработают более 250 подростков от 14 до 18 лет. Документы принимают в Доме молодежи. Дополнительную информацию можно получить по телефону 201-24. Более 500 жителей Ленинградской области с наступлением теплого сезона были укушены клещами. В Управлении Роспотребнадзора обращают внимание на резкое повышение их активности. 300 человек обратились в медучреждение по поводу присасывания клещей за последние две недели. В Выборге принимают меры. Завершился первый этап акарицидной обработки парков, скверов, лесных зон. Сегодня специалисты Центра профилактики и дезинфекции, работающего по муниципальному заказу от отдела благоустройства районной администрации, обработали батарейную гору. С помощью гидропульта и пушки, заряженные спецсредствами, опрыскали все зеленые зоны. Как прокомментировали специалисты, эффективность этого метода хорошая. Мы работаем уже пять лет в парках. Набережную обрабатывали, парк Ленина, батарейную. Укусов клещами не наблюдалось за эти пять лет. Когда обрабатываешь ежегодно, то есть эффективность и на следующий год какой-то. Нужно вообще обрабатывать с апреля месяца по октябрь месяц. У нас еще будет обработка в августе месяце. Надеемся, что все будет хорошо, что ни собака, никто не принесет на плеща ни в парк, ни на батарейную гору. С начала мая агрецидными средствами были обработаны и лесные зоны за Гагарина и Данилова, Южное кладбище, Центральный парк и набережная Салакалахти, Певческое поле и Индендантская гора. И все же о мерах личной профилактики забывать не стоит. Когда вы выходите в лес или работаете на дачном участке, вы должны соответственно одеться, чтобы клещ не мог попасть под одежду и не мог присосаться. Кроме этого, необходимо использовать такие средства, как репелленты, это средства, отпугивающие клещей, и агрецидные средства, которые вызывают гибель клещей. Клещи могут переносить заболевания, опасные для человека, в их числе клещевой энцефалит. Защитит от вирусной инфекции прививка. Сделать ее можно в любом медучреждении по месту жительства. После проведения прививок нельзя выходить в лес в течение двух недель до того, как не выработается иммунитет. Жители Выборга могут привиться от клещевого энцефалита в городской поликлинике. С паспортом и полисом обращайтесь в регистратуру медучреждения. Возвращаясь с прогулки или путешествия, обязательно проведите самоосмотр и проверьте одежду. Бывали случаи, когда клещи присасывались к пассажирам электрички или автобуса. Ленинградская область перейдет на цифровое вещание в октябре. Такое решение принято в Минкомсвязи России. Ранее была озвучена дата 3 июня. Как прокомментировали в областном комитете цифрового развития, перенос срока позволит перейти на новый формат вещания без ущерба для тех, кто уезжает на дачи на все лето. У нас же дачников огромное количество. По данным, которые нам передал Санкт-Петербург, у них есть соответствующая структура управления заводом и огородником. Суммарно они посчитали, по-моему, 346 тысяч дач не имеют цифрового оборудования, потому что они просто еще не успели там и цифрового оборудования купить, и антенны настроить там, и все такое проще. Ну, поэтому, в общем, было такое принято решение в Минкомсвязи. Вот, мы как бы, мы поддерживаем это решение. Специалисты регионального комитета цифрового развития и волонтеры помогут людям настроить оборудование. Организованы выезды бригад в районы области. Если ваш телевизор не имеет встроенного тюнера, необходимо купить приставку с поддержкой формата и антенну. Ну, людям надо сделать что? Ну, загружать антенну в направлении ближайшего передачи у нас огромное количество территорий области, 35 штук. Вот. Дальше мы отделим категорию населения, выплачиваем компенсацию. Кстати, в связи с тем, что перенесем срок, ну, отключение аналоговещания перехода на цифровое телевидение, у нас выдача этой компенсации продлена до 2 декабря. На единовременную выплату до 3 тысяч рублей имеют право ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную доплату к пенсии, и семьи с детьми, которым положено пособие на ребенка. В регионе организована горячая линия, куда можно обратиться с вопросами по переходу на цифровое телевидение. Аналогичная телефонная линия действует на федеральном уровне. Узнай свой ВИЧ-статус. Выборг присоединится к всероссийской акции «Стоп ВИЧ-СПИД». В нашем городе она пройдет 15 мая. Мероприятие приурочено к Международному дню памяти жертв СПИДа. Девиз акции в этом году – активизация борьбы за здоровье и права. С 15 часов на Красной площади волонтеры Дома молодежи будут раздавать прохожим тематические информационные материалы. Сотрудники Выборгской межрайонной больницы организуют анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию в передвижной амбулатории. Все желающие смогут получить индивидуальную консультацию врача-инфекциониста. Послушать реальный голос вождя мирового пролетариата Владимира Ленина, увидеть Сахарного Ильича и почитать, что о нем думали граждане Советского Союза. Интересная выставка представлена в Доме музея Ленина. В экспозиции подлинные экспонаты 20-30-х годов прошлого столетия. Не штамповка, ручной труд, всевозможные поделки, сделанные руками простых людей, детей, стариков, зачастую малограмотных, но таких искренних в проявлении своей беззаветной любви к лидеру. Это коллекция известного петербургского издателя и поэта Михаила Сапега. Он собирал ее, чтобы глазами наших предшественников посмотреть на знаковые фигуры Ленина и Сталина и провести аналогии с тем, что мы думаем по поводу нынешних политиков. Мы ждем какого-то внутреннего, если не с окружающими, то с самими собой какого-то примирения. А мы ведь зачастую живем раздираемыми какими-то противоречиями. В книгах мы читаем одно, наши бабушки, дедушки рассказывают нам другое. То есть все это в таком замесе зачастую неясным происходит. И поэтому мы недалеко уходим в своих представлениях о том, что же это были за люди. Я думаю, что, как всегда, истина где-то посередине. Один из самых интересных экспонатов – книга Бориса Шергина, известного собирателя северных сказаний. Была выпущена в 1938 году. Он собирал сказания, сказки, но заодно и какие-то высказывания, афоризмы, фразы о Ленине, Сталине, о Марксе. То, что народ внес туда в себя, в свое тело, в свое сознание после 10-20 лет вот этого нового социалистического общества. И это оказалось настолько интересным, что оно как бы связывает все, что здесь мы видим на выставке. И совершенно по-другому это показывает. Вот это вот, с одной стороны, искренность, с другой наивность, вера, такая настоящая светлое будущее. Одно из последних высказываний – это вот оно, вот в той витрине, посвященной Сталину, где человек говорит, что вот если бы меня зажгли, как спичку, и я бы сгорел, вот я бы был счастлив, да. Пускай чиркнут мной, я сгорю, как спичка. Вот когда, наверное, многие сгорели, и когда уже случилась война, и прошла война, то в 50-е годы мы увидим уже немножко другое. Мы видим портреты Сталина, героя, победителя в войне. Но уже вот этой вот простоты, чистой такой веры, наивной, ее уже, конечно, в это время не было. Представлено много детских рисунков, поделок, высказываний. К слову, Айма Минкенен, долгие годы руководивший Музеем Ленина в Тампере, отмечает, что именно дети – самые искренние в проявлении своей любви. Он организовывал сотни выставок о жизни и деятельности Владимира Ильича. Одна запомнилась особенно. Советские школьники 20-х годов рисовали и писали сочинения. Сюжет был такой, как они представляют, какой будет социализм в будущем. И они рисовали это, и Ленина, и Солнце, и все было так красиво, так хорошо. И это была такая выставка, которая осталась у меня на всю жизнь. А это самый необычный экспонат выставки. Владимир Ильич отлитый из сахара в 1960 году на Одесском сахарном заводе. Таких было выпущено всего три. Михаил Сапега хранит его под стеклянным колпаком и редко показывает людям. Но Выборгскому музею ценный экспонат доверил. Выставка в музее Ленина будет работать до конца ноября. В Выборге прошел 32-й международный велопробег по маршруту Выборг-Лапинранта-Выборг. В совместном русско-финском проекте приняли участие более 150 любителей активного отдыха с обеих сторон. Российскую команду в этом году представили порядка 20 спортсменов. Мы участвуем в велопробеге Выборг-Лапинранта. Он будет у нас проходить в два этапа. Первый этап сегодня мы встречаем финских товарищей на линии границы и сопровождаем их в город Выборг. Завтра мы с ними выдвигаемся в город Лапиранта, оттуда в Иматру и из Иматра возвращаемся в Выборг. Я вам могу сказать, что дружба не имеет границ. После проверки снаряжения и технического состояния железных коней наши спортсмены отправились в путь. В этот день им предстояло проехать 35 километров в одну сторону и столько же обратно. Вернулись они через пять часов и уже не одни, а вместе с финскими друзьями. Все прошло прекрасно. С тех пор, как я стал мэром Лапинранты, я принимаю участие в этом велопробеге каждый год. И сегодня это для меня восьмой раз. Велопробег всегда проходит по-разному, но каждый раз приносит огромное удовольствие. Мы проехали порядка 65 километров. Спорт – это то, что нас объединяет и помогает налаживать отношения между двумя странами. Это велопробег дружбы, который организован в основном, конечно, обществом дружбы Выборг Лапинранты. И цель велопробега – это укрепление дружественных связей между Россией и Финляндией, а в данном случае между городами-побратинами Выборгом и Лапинрантой. Ну и, конечно, пропаганда здорового образа жизни. В числе участников марш-броска были и опытные велосипедисты, и новички. Но и те, и другие отметили, что с нетерпением ждут следующего, 33-го велопробега. Будем готовиться теперь ежегодно к этому участвовать, потому что мероприятие действительно нам очень понравилось. Правда же, понравилось? Да, да, да. Куча положительных эмоций. Спорт он объединяет. Наш выпуск на этом завершен. До встречи.